В городе Видное состоялось чествование работников культуры в связи с их профессиональным праздником. Существует много профессий, но это особое. Труд этих людей направлен на воспитание лучших чувств в человеке, сохранение народной самобытности. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. На территории Ленинского района осуществляют свою деятельность 16 муниципальных учреждений культуры, в которых трудятся более 400 специалистов. Эти люди привносят в нашу жизнь праздник, помогают и взрослым, и детям раскрывать свой творческий и духовный потенциал. Мы танцуем уже очень давно в нашем коллективе. Нам это очень нравится. Мы любим выступать, тренироваться. У нас замечательный тренер, которого мы очень любим, и который нам во всем помогает. И, наверное, без него мы не смогли бы ничего от вас сделать. Работников культуры Ленинского района поздравил с их профессиональным праздником глава Сергей Кошман. Ваш профессиональный праздник – это не просто формальный день, отмеченный в календаре. Это демонстрация всего того, что мы достигли в своей системной ежедневной работе по сохранению славных традиций нашей культуры, нашей истории. В этот день были награждены грамотами и подарками многие деятели культуры. Служащие библиотек, руководители разнообразных кружков и студий, фореографических, хоровых, изобразительных и многих других, причастных к этой сфере деятельности. Любовь Тир в 40 с лишним лет трудится на поприще искусства, обучая детей игре на аккордеоне. И более 20 лет руководит детской школой искусств поселка Горки-Ленинские. В прошлом году мы участвовали в 8 областных конкурсах, провезли 4 диплома первого места. И в этом году у нас уже 2 диплома первого места на областных конкурсах. Елена Токарева, педагог детской школы искусств города Видное, всю свою сознательную жизнь и по сей день уча детей игре на струнных инструментах. Конечно, очень трудно научить ученика, если у кого нужны способности, чтобы родители участвовали в этом процессе. Творческие коллективы районного центра культуры и досуга представили театрализованный пролог, посвященный исторической дате. В этом году исполняется 1150 лет возникновения славянской письменности на Руси, фундамента нашей культуры. Создатели этой постановки подняли одну из актуальных тем нашей современности – засорение русского языка. Этот пролог явился своеобразным посланием работникам культуры. Россия, Русь, великая страна, живи в веках великая держава, своим корням, хоть улыбки верна, пускай не вернет нам собою слава. Людмила Медведева и я, Адамя, Елена Кошелева, Видное ТВ.